Добрый вечер, приветствую вас в очередном выпуске программы по русски с немецким акцентом. С нами на связи сегодня в далекой Москве Никита Петров, Никита историк и заместитель директора научного центра мемориала. Добрый день, приветствую, Никита. Добрый день. Мы с Никитой были в местах, где более приятно, чем тут. Мы были в Нормандии на годовщину высадки союзных войск в 1944 году. Там была большая конференция, там пернадинцы организовали одну часть этой конференции, это было по России. Я там убедился, что Никита не только великолепный историк, но и очень боевой мужчина, потому что Никита окунулся в Атлантический океан, когда там было 14 градусов, что русскому хорошо, то немцу смерть. Я признаюсь, я струсил, мне было холодно. И мы очень много беседовали об истории. Мне стало настолько интересно, что я очень хотел Никиту звать в передачу, потому что это все крайне интересно, это очень важно, чтобы понимать, что происходит сейчас в России. И начнем с того, что меня очень впечатлило. Я тебя спрашивал, правильно ли изложены забитые исторические фильмы про смерть Сталина, которые в России фактически запретили, арест Берия. И ты рассказывал, как это происходило. Это потрясающая история. Прошу рассказать. Ну, на самом деле, конечно, мы не можем предъявлять к фильму претензии, потому что это прежде всего художественный фильм. Но в нем очень точно передана вот эта обстановка нервозности и полной растерянности после смерти Сталина с одной стороны, а с другой стороны непонятно формирование новых лидеров. Ведь в конце концов мы понимаем, что весь пафос сталинских соратников заключался в том, чтобы говорить о коллективном руководстве. Они понимали, что никто из них не заменит персонально умершего диктатора. Но каким образом распределить власть? Кому доверять, кому нет? И выяснилось, что они никогда не были друзьями и соратниками. Когда был один диктатор, было все понятно. Они иногда объединялись в силу некой общей опасности, которая исходила для всех диктаторов. А когда он умер, кто и как, чем будет руководить? И вот эта вот конфигурация, новая конфигурация власти, которая кончилась для Берии трагедия, вполне закономерно, кстати говоря, потому что он не смог выстроить отношения со своими соратниками. Но и соратники еще и дух той эпохи, когда они друг другу готовы были и арестовать, и расстрелять. И в данном случае Берия как раз очень плохо рассчитала. Он оказался плохим политиком. Он был, может быть, крепким администратором в сталинские годы, но он совершенно не понимал, что в условии отсутствия Сталина он должен вести себя по-другому, а не так нагло, как будто бы уже никакой опасности не существует. Сталин оставался, я бы сказал, в таком инфернальном смысле присутствующим лицом в коллективном руководстве КПСС. Они очень долго изживали этот комплект сталинщины. И Берии, которые осускорили этот процесс, ну, в своих собственных представлениях о том, что нужно теперь жить, ничего не бояться, строить дачи и вообще жить в своем удовольствии, в конце концов. Он был очень плохим в данном случае и политиком, и предсказателем. Фильм мне нравится как раз тем, что он мило ставит вопросы, хотя не все детали точны, но не это важно. Важно, что смысл фильма абсолютно точно говорит о проигрыше Сталина, как о диктаторе, который не смог оставить устойчивой системы после себя. И там действительно было так, что Берию арестовали, да, там в соседней комнате Стали уже военные, и Маленьков трусил там кнопку нажимать. То есть это именно такая сцена, как в фильме буквально. Да, это нет. Это, кстати говоря, это абсолютно точная деталь, потому что это известно по целому ряду личных свидетельств. Во-первых, Хрущев очень любил рассказывать и попиливать о Марии Сибири. Для него это была, я бы сказал, такая постоянная байка, тема, как легенды. И эти детали, они подтверждаются и тем, что потом вспоминали другие участники этих событий. Жуков, по-моему, ничего не писал, в качестве мемуаров на этот счет. Но какие-то генералы, какие-то отдельные свидетельства, все это, сведенное вместе, дает это довольно полное количество. Если Берия догадался бы и вел бы себя осторожнее, не оставил бы охрану, то есть у него был бы шанс этого избегать, да? Или хотя бы шанс, скажем так, не факт, что победил бы? Ну, дело в том, что Берия в 1953 году сделал одну абсолютно бестактную вещь. Ведь до своей смерти диктатор Сталин, он держал органы госбезопасности в своих руках. А это не только контроль за обществом, это не только проведение репрессий, это еще и снабжение, питание членов высшего руководства, охраны членов высшего руководства. И это тот орган, тот кулак, которым Сталин пугал своих соратников. Когда Берия в 1953 году возглавил МВД, куда входило как раз девятое управление, которое занималось охраной, он фактически стал для своих остальных соратников первым среди равных. Он держал в руках аппарат, который кормит, обувает, одевает, возит, обслуживает и следит за теми, кого охранят. То есть в каком-то смысле конец Берии был предрешен. Другое дело, что это было произойти немножко по другому сценарию. Они постепенно бы пытались или убили, отобрать этот аппарат. Потому что это то, что их действительно пугало. Подчиненный им человек во главе охраны, это нормально. А вот равный им человек во главе охраны, это очень опасно. Это я хорошо понимаю. Вернемся к нынешней России, где отношения к Сталину такие очень неоднозначные. На кремлевской стене там заменили слово «Вольгоград» у вечного огня, словом «Сталинград». Там сталинская могила еще у стен Кремля. Там возложили венки в этом году на годовщину, когда один человек кричал, что Сталин убийца, его арестовывали. Идут в городах, то есть ставят там памятники. Откуда эта ностальгия? Она наращивается еще? Отчасти эта ностальгия и это возвращение пиетета к Сталину поддерживается властью. Но очень аккуратно. Власть прямую не показывает себя сталинистами. Она как бы дистанцируется от этого процесса. Но с другой стороны, власть во главу всей пропагандистской машины и всей пропагандистской конструкции в отношении советского нарратива поставила победу 1945 года. А тогда неизбежно возвращение к теме, а кто ковал победу. То есть, во-первых, выпячивание роли СССР в войне – это особая роль, потому что в данном случае всегда замалчивалась или преуменьшалась роль союзников. А во-вторых, вот это событие, 1945 год, победа на нацистской Германии, оно стало теперь, я бы сказал, государством, образующим мифом. Если раньше это была Октябрьская революция, основание советского государства, то теперь акценты сменились. И таким образом переводится акцент на то, что главное государство. Вот тот тип, я бы сказал, такого тоталитарно-имперского государства с советской подкладкой, который был создан Сталином, он рассматривается сегодня, пропагандистская от Кремля, как некий идеал. Да, в нем были свои недостатки, безусловно. Все признают, что да, репрессия – это плохо. Но тут такая обмевалентность. С одной стороны, да, мы чтим поэмик джерст и репрессий, но с другой стороны, есть более важные события. Это победа над нацизмом. К нацизму придается характер вообще мирового зла. Ни коммунизму, ни всем тем теоретическим постулатам, которые в основу советской преступной системы, это все замалчивается. Это все уводится и прячется за ширмой победы. И поэтому, с одной стороны, Сталин для власти, в общем, неудобная фигура, потому что ностальгия по Сталину, она, кстати говоря, является отчасти скрытым протестом против нынешней власти. Но с другой стороны, надо ведь чем-то цементировать общество. И общество преподносится вот такой, я бы сказал, портрет Сталина в полутонах. Повернем одной стороной цвет лыли победителя в войне, хотя, конечно, это абсурд, потому что ни одному человеку принадлежит победа. Нельзя приватизировать победу. А с другой стороны, повернем, ну да, есть отдельные темные стороны советской действительности. И вот эта вот, я бы сказал, такая ситуация когнитивного диссонанса, она как раз и характерна для сегодняшней эпохи. И это шарахание власти. То мы переименовываем что-то в Сталинград, я имею в виду не город, город они, я думаю, не решатся переименовать, но на два дня город называется Сталинградом. На два дня или там на один день, когда отмечается годовщина Сталинградской битвы. А потом он опять в Волгограде. Это бред. Но это вот та самая, я бы сказал, сегодняшняя ситуация. Я даже считаю, что тут есть какая-то жидкофрения, да, там был Перм-36, единственный государственный музей ГУЛАГа, и сейчас он стал фактически музеем охранников этих, надзирателей. А с другой стороны, в Москве все-таки государство, по-моему, помогало при каком-то... Есть тоже музей ГУЛАГа или этого, то есть это такое очень твойственное, да, то есть и то, чтобы и волки были сети, и овцы цели. Ну, в общем, да, потому что если говорить про Пермь, то здесь, конечно, произошло вымывание изначального смысла. Это был музей Зоны. Зона — это как нечто более общее, чем просто Пермь-36. Не просто какой-нибудь скальнинский ИТЛ, а это символ советской эпохи. Малая зона, большая зона, совсем большая зона. Несвободны в советской эпохе все, это абсолютно. А в Москве этот государственный музей, которым заведует правительство Москвы, это музей ГУЛАГа. Он, собственно говоря, не просто о Зоне, а он о некой системе, об архипелаге ГУЛАГ. И это организация, которая сохраняет память о ГУЛАГе. Но вот что интересно, то, что содержится и поддерживается государством, оно же и является под влиянием государства. Здесь государство может, по крайней мере, влиять на экспозицию, на политику, чтобы далеко за рамки не выходили. А все общественные организации, как Мемориал, например, который является неправительственной организацией, они, конечно, раздражают власть, потому что Мемориал не подотчетен власти в своих научных изысканиях. Мы делаем то, что нам подсказывает наша гражданская и научная совесть. И финансируется Мемориал не полностью, конечно, но частично из-за рубежа. И борьба российской власти с неправительственными организациями, она, конечно, ведется уже на протяжении последних десяти лет. И это просто попытка задушить гражданское общество, с одной стороны. А с другой стороны, это абсолютно антиконституционные попытки навязать всем единомыслие, чтобы все каким-то образом принялись некой единой государственной доктрине. Хотя доктрину это вообще не должно быть. По конституции запрещена идеология, обязательная для всех. Это очень интересная мысль. И сейчас был опрос про отношение к Сталину. И там выяснилось, что прямо из молодежи половина вообще уже не знает про репрессии. То есть это кое-что говорит о том, как в школе это проходит, и какое отношение в обществе. То есть настолько они сейчас начинают забиваться эти репрессии. Но дело в том, что вообще говоря, к школьному учебнику много вопросов в связи с описанием, с рассказом об истории. Дело в том, что, конечно же, массовые репрессии, большой террор 37-38 годов, он есть в учебниках. Но он не объясняется, как продуманное и спланированное преступление власти против народа. Это скорее показано, как некое стихийное бедствие или субъективные какие-то, я бы сказал, вывихи Сталина. Там не говорится слово преступление. Иногда в одном учебнике есть слово преступные приказы, легшие в основу большого террора. Но опять же, а кто эти приказы издал? А есть распоряжение политбюро. То есть вообще не возлагается вина за террор персонально на Сталина и его политбюро. Естественно, она персонально возлагается на Ежова, например, наркома внутренних дел. Но абсолютно в данном случае из-под удара выводится система, которая сделала это неким инструментом социальных чисток. В каком-то смысле учебники до сих пор школьные. Они не дают юридической оценки советской системе. Они не говорят об этой системе, когда преступные. В Германии в этом отношении все очень ясно и просто. 12-летний период Третьего Рейха считается преступным периодом в жизни государства. Руководители этого государства были преступниками. Народ, к сожалению, стал соучастниками этих преступлений. Это все четкая и ясная система, которая сидит в голове, собственно говоря, у немецкого школьника. Какая схема в голове у российского школьника? Он не понимает. Ну да, был какой-то период, почти 70 с небольшим лет советской власти. А как к нему относиться? Некоторые взрослые валят, некоторые ругают. Но большая часть детей вообще старается об этом не задумываться. Поэтому, когда их спрашивают, кто такой Ленин, кто такой Сталин, для них это абсолютно отключенные фигуры, у которых нет никакой, собственно говоря, оценки. И они не могут дать этой оценки, потому что не знают фактов. Эти факты, конечно же, не могут быть внедрены в головы насильно. Это должна быть стройная система образования в школе. А этой системы нет до сих пор. Но отсюда, кстати говоря, и паническая боязнь государства, вот школьных учебников с одной стороны, и всех тех, кто пытается работать со школьниками с другой. Почему такая неприязнь к школьному конкурсу мемориала? Мы ведь не диктуем ничего детям. Школьный конкурс проводится как бы для поощрения того, чтобы дети писали свои работы, научно изучали прошлое, присылали эти работы в мемориал. Мемориал только награждает и отбирает работы. Но вот уже на протяжении последних пяти лет яростная атака именно на это. Потому что с точки зрения государства неправительственная организация куда-то хочет идти в школу. Это зачем? Здесь все должно контролировать государство. Система народного образования. А тут что получается? Вот это как раз очень интересный симптом, потому что это противостояние будет только продолжаться и усиливаться. Я глубоко убежден, что пока не будет обработано это прошлое, что общество все время опять на эти грабли наступит. И я, например, в Германии, я всегда был глубоко убежден, и это в России 20 лет рассказывал, что немцы очень хорошо обработали свое прошлое. Сегодня я сомневаюсь уже в этом, потому что это в чем-то у нас стало таким ритуалом. Да, Гитлер был плохой, это олицетворение зла, а мы теперь хорошие, и тогда все решили стать плохие, а мы теперь все антифашисты. У нас уже так иронически говорят, что число людей в сопротивлении Гитлера нарастает с каждым десятилетиями со дня его смерти. И они сегодня себя считают жутко мужественными и смелыми, что они против Гитлера. А при этом обработка во многом не понимают причин того, что тогда происходило. Если понимали бы причины, тогда и к Путину не относились безостойкой симпатии. И второе, что обработка в Германии в первую очередь исключительно сосредоточена на национальной и на крайне правую часть национально-социалистической идеологии, а что социалистическая часть этой идеологии, которая тоже весомая, которая тоже сильная, что ее вообще не обрабатывали. И очень плохо сейчас обрабатывают прошлые ГДР, специалистического тоталитаризма. И сейчас даже большие газеты, как «Титсайт», выступают с большими статьями, что надо более как бы мягко смотреть на ГДР. И такое, знаете, зато автомагистрали строили. И я, то есть мы еще далеко от того, что в России, что такое отношение к Сталину, ну, одиозное, о котором ты говоришь. Но у нас эта обработка социализма очень слабо идет. И я считаю, это крайне чревато для общества. Может, еще немножко напоминаем, что это был сталинский террор. Много говорят об этих цифрах. 20 миллионов убили. Эта цифра справедливая или до сих пор не ясна? Дело в том, что эти проблемы в Германии, конечно, тоже могут быть в силу характера природы самого человека. Человек склонен перекладывать свою ответственность на других. Современные люди в данном случае тоже считают, что можно что-то делегировать, и там нужно, и люди разберутся. Отсюда, собственно говоря, нежелание быть самому ответственным и за прошлое, и за сегодняшний день. Это проблема любого общества. В России это все не было отработано изначально. И изначально вот это патерналистское отношение государства, оно и воспитало нынешних издевенцев. В Германии в всех проблемах невозможно то, что происходит сегодня в России. В России, в Твери, фракция коммунистической партии требует снять с медицинского техника, где раньше было управление НКВД, табличку о жертвах репрессий. Они говорят, а не было ничего такого. В Германии невозможно, чтобы кто-то мемориализированный концлагерь пытался закрыть и говорить, а ничего этого не было. Это все в Германии в том, что в ином уровне. Но ревизионизм, да, ты хотел что-то представить. Да, потому что в Германии тоже не все хорошо. Помнишь, был Востушный мост, как американцы и англичане спасли Берлин, когда Советский Союз их блокировал. Там 100 человек погибло. Сейчас была эта акция памяти. Приехали эти 98-летние пилоты, 20 этих самолетов пригнали через Гренландию, что они не могут. А город Берлин не разрешил им приземляться. Это такой стит позор. И это именно коммунисты у нас в правительстве. Им пришлось в каких-то маленьких западно-германских городах приземляться. И Берлин, этих героев, которые спасли этот город от голода и всего, им не дали приземляться. То есть это очень похоже на то, что ты говоришь, что там снят. Это позор. Я стяжусь как немец. Я извиняюсь перед нашими союзниками. Это ужас. Это именно то же самое. Это похоже. Извини, что перебили. Это абсолютно то же самое. Нет, да. Это абсолютно то же самое. И опять же, вот за этими акциями по размыванию, по искажению памяти стоят, безусловно, социальные силы, такие как коммунисты. Потому что это есть действительно некая, я бы сказал, тяга, склонность к тоталитаризму. Но ведь цифры репрессий для Советского Союза, они чудовищные. Свыше миллиона людей были расстреляны. Всего по делам, которые были заведены в органах госбезопасности, было арестовано свыше 6 миллионов человек. Еще свыше 6 миллионов это выселенные народы, выселенные кулаки. То есть, в принципе, репрессии затронули не просто 12 или 15 миллионов человек. Репрессии затронули гораздо более широкий круг людей, потому что у них были родственники. У них были те, кто потом в анкетах писал, что мы родственники репрессированы. У них было ограничение прав, ну, многих-многих вещей сейчас. Люди уже даже не помнят, как писались эти анкеты, как нужно было писать всех своих родственников. Это все то наследие, которое ушло, и его помнят, может быть, люди моего поколения. Но молодые люди сегодня, они думают, что страна всегда жила так. Просто вот и за границу ездили, и в магазинах все было. Это беспамятство, оно, конечно, объяснимо. Но довольно трудно сказать, какую нужно держать линию, чтобы и сегодняшнее молодое поколение понимало, какой тяжелейший, я бы сказал, кровавый путь прошла их страна. И какой преступный период был период советский. Я думаю, что вот как раз попытка все снивелировать и перевести к гражданскому, я бы сказал, такому благостному миру, она сама по себе контрпродуктивна. Я не хочу сказать, что нужно все время культивировать ненависть. Нужно культивировать здравое, критичное отношение к прошлому, чтобы люди понимали. Ты рассказывай примеры, например, анекдот про бабушку в зоопарке, за что конкретно потом людей посадили. Может, расскажешь? Этот один случай, может, еще какой-то такой же. Да, я вообще полагаю, что такие примеры, которые есть в архивах, это всего лишь навсего, я бы сказал, такая комплект, коллекция дел надзорных производств прокуратуры, которая следила за следствием органов госбезопасности, ну как следила, на самом деле санкционировала все, что они делают, и составляла эти бумажки. И вот там есть примеры, за что посадили людей, за анекдоты в Сталинской армии. Такие анекдоты могли быть совершенно, я бы сказал, безобидными. Ну и вообще характер просто политического забаскальства. Но это было очень опасно. Например, за такой анекдот человека посадили, когда старая бабушка приезжала в зоопарк, увидев верблюда, заплакала. И сказали, бабушка, что ж ты платишь, что ж это такого? Она говорит, вот до чего советская власть лошадь довела. Или, например, расшифровка ВКПБ, Всесоюзной коммунистической партии большевиков, расшифровывалась так. Второе крепостное право большевиков. И это тоже в этих надзорных делах содержится как вполне реальный состав преступления. Конечно, люди получали за антисоветскую агитацию и пропаганду в чистом виде 8 лет. Но это ведь 8 лет. За такие анекдоты люди отсидели несколько лет в тюрьме, да? Конечно, реальный срок. Потому что по 58 статье, 58-10, антисоветская агитация и пропаганда минимум было 5 лет. А такие вещи обычно давали 8 лет. Кошмар, кошмар, кошмар. И самое страшное, что сейчас, как ты уже говорил, в обществе там же ни одной семьи нету, которой это не казалось. И там палачи на одной стороне, потом жертвы часто одной тоже в одной семье. И это большой такой табу. То есть это избегается. Я думаю, этот страх, который сел Сталин, да? Это, кстати, еще в отличие от национал-социализма, где, в принципе, нормальных людей, которые по политику не говорили, если они не принадлежали к меньшинствам или к политическим силам, их особо не трогали. А в сталинизме же они любого могли трогать. Это же было абсолютно случайно. Это же был всеобщий террор против всего населения. Ну, конечно, главный вектор сталинских репрессий – это вектор, направленный внутрь страны. У нацистов все-таки превалировал вектор внешний. Внешний – это терроризировать соседние народы, другие народы, некоторые конкретных, скажем, евреев или цыган или политических противников внутри страны. Но сталинские репрессии, они, в принципе, носили глобальный и всеобщий характер. Потому что здесь и социальная составляющая – бывшие люди, бывшие имущие классы, и политическая составляющая – все политически не согласны. И национальная составляющая – подозрительные нации, выгодцы из тех стран, где в капиталистические системы, там, те же самые поляки в довоенный период, те же самые немцы. То есть в данном случае национальные операции – это своего рода выстраивание железного занавеса, это выстраивание системы изолированности страны и, я бы сказал, внушение страха поддерживать контакты с заграницей. То есть ты не только должен быть политически лояльным, но ты еще и должен отгораживать себя от заграницы. Вот эта вот империя, созданная Сталином, она уродливая и она чудовищная. Она не имела, конечно же, я бы сказал, шансов на выживание. Она рано или поздно, что называется, кончает под временем собственных проблем свою жизнь. Но, тем не менее, это система, которая до сих пор в головах у российских руководителей. Ведь они сейчас идут тем же самым путем. Они выстраивают барьеры, они изолируют Россию от всего мира, нарушая и собственные конституции, и международные права. Вот все, что мы видим сегодня про Россию, это скатывание в самые худшие, я бы сказал, советские традиции. Самый последний вопрос, и прошу тебе коротко ответить, потому что время уже поджимает. В Германии есть этот тезис, что гитлеровские преступления, они уникальны, и ничто с ними не сравнивается. И когда говоришь о сталинских преступлениях, то это часто используется как оправдание Сталина. Я считаю, это очень неправильный подход, можно считать гитлеровских преступлениях уникальным, я не против, можно их считать хуже, но ни в чем, по-моему, нельзя их инструментализировать, чтобы оправдывать сталинские преступления. Это, по-моему, стоупотребление. И Сталин сам по себе настолько чудовищный, что тут, на мой взгляд, не играет роль, там был Хитлер хуже или нет, и Сталин сам по себе был жутчайший. Как твой взгляд на этот вопрос вечный в Германии? Ну, он у нас тоже вечный, потому что наша власть пытается именно с помощью гитлеровских преступлений каким-то образом увести в тень сталинские. Это касается вообще многого. Но любые преступления, политические преступления, тоталитарных режимов, они все, безусловно, уникальны. Потому что они все были в свое время, в конкретных условиях, те же гитлеровские преступления. Сталинские преступления тоже уникальны и чудовищны по масштабам против собственного народа. Гитлеровские чудовищны по каким-то, я бы сказал, критериям открытости зла. Сталинские преступления всегда маскировались риторикой и демагогией. И поэтому в данном случае есть еще, я бы сказал, у людей такое романтическое представление. Ну как же, ведь дружбы народов, вольно дышит человек. На самом деле, сталинская система, она в каком-то смысле еще даже более изощренная и подлая, потому что выдавала черное за белое, когда как гитлеровцы иногда не стеснялись своих преступлений. А Евросоюз, который в 2009 году принял резолюцию о осуждении тоталитарных режимов в Европе, он в данном случае был абсолютно прав, потому что он осудил и сталинский, и коммунистический тоталитарный режим, и гитлеровский. Спасибо огромное на этой грустной ноте и на том, что опять связь, по-моему, прервается. Твоя улыбка заморожена, это очень хорошо получается, но тем не менее наше время все равно уже подходит к концу. Спасибо, напоминаю, с нами на связи был в Москве Никита Петров, историк и заместитель руководителя научного центра Мемориала. Спасибо огромное, до свидания, Никита. Спасибо, спасибо, спасибо. И спасибо, и до свидания вам, дорогие телезрители. Auf Wiedersehen, до побачения. Смотрите нас снова в следующую субботу в 20 часов на телеканале Ост-Вест, или потом на неделе на сайтах канала, которые вы вот сейчас должны увидеть в эфире. До свидания, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова